Вот так вот все у нас выглядит, но еще мы не отмели саму машину, сейчас пойдем на мойку. И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня у меня для вас очень хорошие новости. Сегодня я оглашу все-таки цену всего этого нашего мероприятия. Не знаю, сколько это вылезет, много или мало, но знаю уже одно, что не так уж и много по сравнению с другими ценами. Друзья, всех приглашаем и мам, и пап, и детишек, всю молодежь. Ребята, подтягивайтесь как бы в рамках нашего сбора, нашего слета. Я бы хотел подчеркнуть, что все-таки мой канал Олег Нестеров Брест, да и все мы с вами, все участники Зелорации, всем огромное спасибо за такую поддержку и за участие все-таки, что многие собрались на слет. Как бы особой темой акции будет это подтянуть молодежь, подтянуть молодежь из подъездов, из подвалов, чтобы молодежь нашла себе все-таки дело в нашем хотя бы ремесле и начав это дело, не бросала это все при первых же неудачах. А обратилось к нам, у нас на канале много хороших людей, много профессионалов, много начинающих, много людей, которые уже что-то умеют, которые могут чем-то поделиться. Подтянуть молодежь, поддержать молодежь, чтобы в наших глазах молодежь имела, то есть надежное плечо, а не слонялась по дворам и по подвалам в поисках наркотиков. Найти действительно нужное дело. Ну, это я так отвлекся, то есть это я вам дал наметку, думайте, как мы поможем молодежи. Собирать будем около 500 человек, так что места будут ограничены, цена небольшая, так что торопитесь, потому что вы можете не успеть. Так что являясь участником слета, вы являетесь тем человеком, который может быть чью-то судьбу направит в нужное русло. Мамы, то есть наши жены, не ругайте, пожалуйста, мужей, они занимаются хорошим делом. Да и вы, если приедете, вы окажете огромную поддержку вашему мужу. Мужья, поверьте, хоть это и сильный пол, они нуждаются, чтобы вы были рядом. Мужик без женщины ничто, это вам говорю я. И мужик без женщины не сможет прожить, он просто сбичуется. Вот мы и делаем как бы этот слет для того, чтобы поддержать молодежь, которая еще не жената даже, которая нашла себе дело, да, пусть в гараже, пусть, не важно, машину он делает, купит он какого-нибудь корча себе, да, там за какие-то копейки, потихонечку его сделает. Да, пусть это будет не ламборджини, но это будет машина, которую он купил сам, которую он сделал своими руками. У него не будет мысли, где взять водки, где взять наркотики, у него будет мысль, где мне взять шпаклевки и на что мне ее купить. Вот так вот как-то в общем. Ну и сейчас я поеду в турагентство, где мы и узнаем все цены. Потом я их вывешу на сайт, вы можете в спокойной обстановочке посмотреть все расценочки. То есть все мы уже сгруппировали, все мероприятие. Обязательно будет телевидение, обязательно будет вестись полностью съемка Всего мероприятия, у каждого будет на память съемка. То есть вы это можете посмотреть. Памятные сувениры, вымпела. Вымпел, кстати, очень красивый разработали. Все будет красиво, будут конкурсы. Я надеюсь к нам подключатся. И Беларусьбанк, и Альфа-банк прорабатываю. Но еще так все, пока в воздухе летает. Еще много очень идей у дяди Олежи. Лето будет незабываемым. Это точно. Это я вам обещаю. Торопитесь. Места ограничены. Запомните. Будьте в центре событий. Первый международный слет. И, как бы, такого слета еще не было нигде в мире. Он первый. И, я надеюсь, будет ежегодный. Ну, а теперь поехали в турагентство. Ну, вот мы с супругой собрались. Поехали решать все дела насчет нашего слета. А дядю Толечку мы оставляем за нянечку. Да, дети? Мы тебя сочувствуем. Держись. Звони каждый день. Два часа. Время пошепов. Ну, может, уложимся. Давай. Это кинотеатр «Беларусь». И вот в том здании у нас находится наша туристическая агентация. Туристическая агентация располагается вот на этой улице, которую я вам показывал. Ну, улицу летнюю показываю. Шикарная улица. То есть, ее вы тоже будете иметь возможность посетить. Летом здесь очень красиво. Главный вход. Проходим. Это вот агентство. Вот наш Максим. Ну, все равно это поднимает маленькое количество. Наталья. То есть, вот это все у нас довольно-таки так мы просто набросали пока, да? Ну, более-менее точно, просто со временем. По времени надо было занудреть. А, еще что решили. Слушай, еще что решили, как бы. На страусильную базу, да, никто не хочет ехать. Хотят сделать обзор по городу. Уберем на страусильную. Все равно. А остальные по городу чего-то? А место в страусильной базы? Можно просто полдня элементарно выбрать по городу. Это легко. А что показать? Ну, смотрите, допустим, стандартный вариант. В 9 утра приезжают в Брестскую крепость. Я реализовал с Брестской. Это, собственно, с Брестской начинаем. Значит, в Брестской крепость 3 часа, обзорная по Бресту 2 часа. Обед минимум 1 час. 6 часов. С 9 утра, это уже до 3 дня. Можно еще добавить какой-нибудь музейчик, типа спортивной ценности. Вот здесь спортивной ценности обязательно надо. Очень интересно. И это получится целый день, по сути дела. Ну, дать час-два свободное время на магазине, например. А обзорная по городу, что вы вообще где-то куда-то позвать? Куда идут? Ну, можно сказать, по всему городу провозят автобус. Значит, он ознакомливает, начинает крепости пошел по Московской, Ковалевской, Гребной, Восток. Возвращается обратно в центр города. И частично пешеходная по... В Курактории? Да, да, да. А пешеходная по Севетской не делает? И вторая половина обзорного города, пешеходная по Севетской. Вот по этой красивой улице будет. Это уже радует. Так, короче, с Траусы мы не поедем. Да, хорошо. Будем делать обзорную по-прески. Это очень хорошо. Так, что здесь еще интереснее? Так, для детишек, вот, немаловажно, будем посещать в Белорусской пуще Деда Мороза. Очень там красиво Дед Мороз вам подарочки подарит. Там небольшие памятные, но подарит. Детишкам будет. Блин, вот на время гулянки или вечера, вот если бы организовать для детей, для детей, для детей организовать, знаешь, чтобы за ними кто-то следил. Чтобы это за утоком сделать. В принципе, это можно сделать. Ну, в списке не пришло. Вопрос, как вы гречите, деньги. Не надо ли это делать? Не надо. Во-первых, тут есть уиски. Да, здесь, для День Татьяна, иди к ним, а у нас на самом деле нет. Мамы будут отдельно, папы будут отдельно. Ну, душой мы будем сидеть. Так, ясно. Ну, что ты там еще вычитала? Ничего я пока не вычитала, я вам не вычитала. Так, то есть, вместо... Так, ну, давайте по ценам так сейчас я поддушу. Здесь один момент, по-своему, что тут еще не то самое, не могу сказать. Которые с проживанием, кого будет интересовать проживание, они, в принципе, реальные и актуальные. И они у нас есть. Вот здесь они у нас есть. Но тут еще надо будет уточнить, опять же, с размещением, с этой базой на предмет детей, до какого возраста они кого-то считают. То есть, от этого съездить, да, да, да. То есть, пока вот этот момент, все-таки, без проживания пока еще в подвешенном состоянии. Ну, желательно. Давайте, давайте сегодня съездим. И, ближе, стоп, такой момент еще. Как бы вот это мы до трех лет мы это решим. Ну, вот эти цифры в плане возраста детей будут, ну, три булира ворца, скажем так. Так, ну, поначалу мы определяемся с теми людьми, которые будут... Вот, я говорю, тут очень много нюансов по детям. Поэтому надо просто знать каждый объект, какой возраст считают. Поэтому пока этот моментик подвешен встанет. И по детям будем определяться, вернее, не по детям. Вначале мы будем размещать тех, кто, то есть, будет жить под крышей. Это первые люди, когда забьют. И только потом мы уже будем организовывать палаточные места, когда закончатся места в гостинице. Так будет правильно. Потому что мы сейчас все палатки понавыбирают, а получается, что никто на самой турбазе жить не будет. Так что начинаем. Как бы цена приемлемая, недорогая. То есть, тут уже и включены скидки. То есть, и многие как бы на эту цену рассчитывали, даже рассчитывали больше гораздо. Я думаю, цена устроит, это одно. То есть, для детей тоже тут плавающие такие варианты, тоже нормально. То есть, сначала мы заселяемся все под крышу. То есть, как цивилизованные люди. И потом, когда у нас уже мест всего 300 максимум, то может быть и меньше, если будете долго шевелиться. То остальные уже будут в палаточных городках. То есть, так что шевелитесь, быстро это все скупайте. Так, сухты, датчмены, я про тебя не забыл. Туда впишем. Парень уехал просто. Говорит, я так переживаю, хочу перечислить, чтобы меня не забудут. То есть, я ему пообещал, что мы их пишем. Так, ну хорошо. Что нас еще интересует? Давай на базу проедем. Будем на базу проедем. Вопросы будем выпишать. Да, расценочки я, сейчас мы сделаем копию, я их повешу на сайте. Можете все это посмотреть. И реквизиты все. Там же мы по переделу. Да, мы еще не знаем точно, что. Ну, примерно, что мы уже будем знать. Какие базы немножко есть? Ну, вот сейчас мы на базу, подожди, сейчас мы на базу съездим, мы что-то узнаем. Это еще надо будет просчитывать, да? Еще немного. Ну, возможно, у вас же есть электронный адрес, у тебя на базе есть. Вы можете переписываться сами. Хорошо. То есть, все равно, нет, все равно, вот эти вот, как бы, данные я покажу. То есть, это будут примерные данные. Но мы исключаем страусинную ферму. Вместо страусинной фермы будет обзорная по Бресту. И, то есть, внесем некоторые коррективы, но цена, я думаю, сильно убегать не будет. Это будет примерная цена, чтобы вы рассчитывали. Больше уже точно. Да, какую вам сумму собирать. Вот видите, больше уже точно не будет. Максим обнадеживает. Так что, примерная сумма будет ясна. Электронный адрес я вам дам уже сразу, Максима. То есть, вы, так, вот я электронный адрес даю. Действия, кто будет заказывать. Значит, я, наверное, в нашем сайте, в том числе, создам отдельный раздел, в котором будет эта программа размещена. И описаны все нюансы заказа этого тура. То есть, нам для оформления поездки нужны будут только паспортные данные, полные всех, кто будет ехать. И на основании этих паспортных данных я выписываю договорчик и отправляю его по электронной почте с нашими реквизитами на перевод денег. И все, этого будет достаточно. Так, по детям, по детям. Там же детям нужны какие-нибудь документы? Свидетельство о рождении минимум должно быть. То есть, у каждого приезжающего должен быть документ, удостоверяющий личности. Так, еще сразу вот этот вопрос, чтобы, подожди, чтобы вычеркнуть вопрос. Украины разные, поэтому они без паспорта задали не пьеда. С Украины надо паспортить. Кроме России и Казахстана, со всех других стран без паспорта к нам просто не верят. А вы расскажите, значит, и детские? Ну, это и так подразумевается. Но они все знают, кто же у него старший. Детские нужны, короче... Если кто-то едет... Украины, Казахстан, кроме России. И Казахстана, со всех остальных стран нужны паспорт. Заграничные, в обязательном порядке. И детские нужны. И с Россией? Абсолютно все. Нет, в России и Казахстан нет. Кроме России и Казахстана. А Украина нужна, да? Обязательно. Загранпаспорт, да? На ребенка нужен загранпаспорт, да? С Украины. Казахстан, Россия. Загранпаспорт не нужен. Нужно только свидетельство о рождении. Так, это понятно. Но то, что с Украины загранпаспорт, что-то для меня это вообще не нужно. Ну, здрасте. Детей, если даже далеко везут, тоже на Украину. Мы ведем тоже наши детские паспорт. Ну, я думаю, кто на Украине, тот этот вопрос знает и уже решил давно. Так. Если есть необходимость, должны самостоятельно у себя на родине выписать страховую почту. На время поездки. А здесь не страхуют? Страхуют. Нет. Лучше выписывать у себя на родине. Меньше проблем, если что, будет с возмещением страхового покрытия. То есть, страхуемся все на 15 дней, допустим, у себя дома. А страхуемся от чего вообще? Пока мы все, скажем так, в страховой компании. Да, в страховой компании. От всего, что можно. На время поездки. Просто экскурсионная поездка. И вот на время поездки надо будет выбираться от страхового. Желательно. Да, от всяких форс-мажорных обстоятельств. Ну, это вам больше нужно, чем вам нужно. Так, это нам все понятно. Короче, едем на базу и разбираем. Нет, что-то еще я хотел. А, надо на флешку мне вот эту. Если что не случится. Так, цена вот эта вот, посмотрите, здесь вот, да, написано. Это цена за весь тур. Это не на день, а за весь тур. Со всеми мероприятиями, со всей едой. Короче, все включено вот в эту цену. То есть, чтобы понятно было. Эта цена не дня, это цена всего тура. Со всеми поездами, разъездами, встречами, взлетами. Цена приемлемая, так скажем. Немножко подкорректируются цены, но не на много. Ну, сейчас мы проедем на базу. Скажите, что будет довольно большой объем работы. Да, то есть вот люди, которые хотят, может, остаться. Для них потом можно что-то придумать? Или вот они заранее, если побеспокоятся, чтобы они... Надо заранее об этом сразу будет. Однозначно сразу заранее надо будет об этом... То есть, они с вами могут и переговорить по этому, да? Совершенно верно. То есть, определиться, насколько еще хотели бы остаться после 9-го часа. Да. И тогда вы уже им что-то сможете предложить. Совершенно верно. То есть, надо будет уточнять по наличию мест, возможно, насколько дни возможно и так далее. Потому что, как бы, попасть здесь в Белоруссию на отдых, не думайте, что так просто летом. Вы быстрее в Турцию попадете, чем в Белоруссию. Так что, думайте сами. Если вы заранее пошевелитесь, то вы можете продлить и дальше путевку. Так что, как бы, думайте. И думайте о самом важном, для чего это все делается. То есть, никто тут не побухать едет, а люди с серьезными намерениями едут. Сама эпогея мероприятия, то есть, будет 6-го открытия, День гаражника. Будет концертная программа. То есть, 3-4 часа. Меню мы огласим. То есть, что мы будем кушать, что мы там будем, да? Меню, говорят, вот шикарное там будет. Не надо обещать золотые. Да, ну не шикарное, но нормальное. То есть, да, вот сам праздник этот, который у нас пройдет на Царской Поляне. То есть, и сразу говорю, на Царской Поляне и вообще в ходе нашего мероприятия мы придумываем все так, чтобы левых людей не было. Чтобы никто ради интереса просто к нам не попал. Это будут именно те люди, которые осознанно подумали, осознанно приобрели себе место на участие. То есть, тем самым поддержат наше движение против наркотиков и воспитания нашей молодежи. Мамы это к вам относятся. Скоро детки подрастут, чтобы папы их воспитали нормально. Чтобы они нашли себе дело. Если в институт не попадут, то хоть руки у них росли из правильного места. И мозги тем более. То есть, об этом надо задуматься. Еще в ходе всего этого мероприятия, я думаю, мы все-таки продвинем наши начинания в этом поддержке молодежи. То есть, отвлечение их от этих улиц, подъездов и наркоты всякой. Пусть лучше думают, как им запчасть какую-то купить, а не шприц. Вот, мы направляемся на сторону базы. Здесь деревеньки очень часто встречаются. И отойдет от шока, прячется. Что-то прячется, покажи лицо своё. В любой деревушке можно увидеть вот такие церквушки. Ну, это одна из церквушек. На самом деле их тут много. Вот такие у нас деревеньки. Как видите, все заасфальтировано. Все подходы, проезды. Лежачий полицейский. То есть, вот такие даже люди в деревеньках. Так, в самом деле, как бы в Брестской крепости есть несколько музеев. То есть, все музеи будут посещаться. Все посещения музеев уже внесены в сумму. То есть, в городе, когда будет экскурсия общая по городу, будет посещение еще музея спасенных ценностей. То есть, это те ценности, которые пытались перевезти через границу и тормозу. То есть, интересный музей. Ну, интересная программа будет. То есть, еще что-то будет придумываться. Ну, вот, и подъезжаем мы. Как-то вот мы подъезжаем к территории баз. Вот базы все в одной кучке. Ну, да, строились они в 80-х годах. Конечно, выглядит все не так, как летом. То есть, для детей есть где погулять. Площадочки, качельки, всякие развлекалки, шалаши. На дороге денег больше. Шалашик. Летом, конечно, здесь травка, цветочки. Шалашик, цветочки. Да, травочка, цветочки, детская площадочка. То есть, есть где погулять по лесу, подышать свежим воздухом. То есть, у нас есть возможность забить все вот эти места своими людьми. Там еще. То есть, снять эту полностью базу. И отдыхать будет только наше движение гаражных мастеров. Молодежь и остальные. Летом будет все красиво. Вот такая территория базы. Там площадочка. Сейчас пройдем к озеру. Спортивная площадочка. Там кто хочет поиграть в баскетбольчик, пожалуйста. Поляночку мы найдем, где организовать наш слет по сиделочке. То есть, 5 числа, когда мы вечером соберемся на встречу. Здесь вот, пожалуйста, катамараны, лодки. Все это к лету будет приготовлено. Причальчик. Покупаться тоже есть где. То есть, пляжик, само собой. Там тоже есть домики. Вот сейчас я приближу. Тоже как по домике. Так вот выглядит озеро. Озер здесь масса. То есть, их много. Это не одно озеро. Пожалуйста, взяли лодочку. Взяли удочку. Озер много. Можно и уединиться. На другое озеро съездить. Ну, как-то так. Конечно, картинка не очень сейчас красивая. Все-таки январь месяц. Но, а мы сейчас пройдем на саму базу. И поговорим непосредственно на базе. То есть, с питанием уже определились. Будет завтрак, обед и ужин. То есть, который тоже уже просчитан и все включено. Еще что съемки будут висеть. Но об этом я еще поговорю. Как бы все в плане конструкции. Пока все собираем в одну кучку. Концертная программа будет. Будут приглашены, скорее всего, артисты. Ну, местного масштаба, конечно. А может быть и не местного. Посмотрим, дядя Лежа постарается сделать все красиво и на уровне. Ну и что еще у нас? Крепости. Я говорил, да. Посещение крепости со всеми музеями. По городу проедем, покажем. Музей спасенных ценностей. Улицу Советскую, которую вы можете посмотреть у меня в блоге, в папке, на моем канале в ютубе Олег Несаров Брест. И, то есть, посмотреть вот эту улицу, город вообще. Жалко, что вот этим летом мало снял. Парк посетим обязательно. В парке очень можно пофотографироваться. Так неплохо детей сводить интересно. В парке очень красиво. Парк у меня тоже есть на видео. Тоже в папочке. В моем блоге. Ну, как-то так. Вот эта вот комната, как бы тут кладовочка. Это старый корпус, то есть, который без ремонта, ну, как бы вполне. Стоячая ванна. То есть, умывальнички. Вся ерунда. Такой коридорчик. Это трехместный номер. Ну, как бы выглядит он вот так. Вполне можно здесь переночевать. Ну, вот, как бы тоже вот такие номера. То есть, трехместный номер тоже. Двухместный. То есть, телевизор, холодильничек. Двухместный там еще? Нет. Они все почти такие. А, ну, почти все номера такие. Там только, знаете, что будет? Одной кровати не будет, если где-то. А, ну, в двухместных все то же самое, только нету одной кровати. Кровати. Три этажа здесь. Полностью это можно будет все занять. Такие коридорчики. Много не буду снимать. Так, как бы еще, может, на сайте поищем, то найдем. Ну, вот еще номер. Как бы тоже. Все одинаковые, примерно, номера. Ванная имеется, туалет имеется. Удобство. Да, удобство прямо в вашей комнате, не на улице. Здесь вот можно вечером посидеть, потрещать. Но трещать мы будем на природе. Ну, в основном, комнаты вам нужны будут для ночевки. Потому что программа будет очень насыщенной. То есть, будете приходить и без задних ног отдыхать. Это я вам гарантирую. Питаться будем вот в этой столовой. Эта столовая, то есть, очень вместительная. То есть, всех разместит. Ну, может, в два приема там будут общаться. То есть, все вот эти корпуса, все на одной территории. То есть, на одной базе. Сейчас еще в одну пройдем. Таксофон. Кому-то звонит. Это новый актовый зал. Натомляю, что это есть. Вот это здесь. Это сколько? Это уже новый корпус. Так, это уже новый корпус. Как бы с ремонтом. Картинка уже повеселее. Почти 50 тысяч на троих. Да. То есть, тут вы потом по цене, потом вы определитесь. То есть, с Максимом мы скажем. Вот такие вот кроватки. Светильничек, что немало важно. Телевизор с пультом для особо ленивых. Это даже почв. То есть, ну, такой балкончик, стеклопакеты. Ну, даже. И там же, мне тоже нравится. Телевизор, тумбочка. Стеклопакеты, балкончик. В каждом номере, я так понимаю, да? Да, да. Тумбочки. Все дела. То есть, есть где, если у вас ребенок, то есть, побегать. Есть где ребенок, то есть, в комнате. Ну, бегать он будет на улице. Нет, здесь не плакать. Это может быть. Не, хорошего тут мне больше нравится. Здесь я намного жила. Ну, да. Здесь мне больше нравится. Ну, здесь совсем они ремонт сделали. Ну, то есть, да. То есть, ну, человеку будет выбрать все равно. То есть, тоже тут хольчик небольшой. От толпы отвлечься. Тоже, как бы, коридоры. Немножко темновато, но видно. Темновато здесь. Угу. Так, сейчас мы тут включим свет. Ну, и вот еще один номерок я вам покажу. Так вот, шкаф-купе. То есть, вот. Комнаты на вкус и цвет. Выбираем обои, кто какой цвет любит. Пожалуйста, вот. Холодильничек в каждом номере. Телевизорчик. Тоже балкончик, как вы видите, с этим. Вид на площадочку. Там может гулять ваши детки с папами. А вы за ними с окошка наблюдаете. То есть, очень удобно. Также, тут уже тоже с ремонтом. Удобство. Как вы видите, ванна. Ну, ванна стоячая. Душ вам больше ничего не нужно будет. Такой ремонтик уже тут повеселее. Ну, как бы, в принципе, в принципе, да. Все комнаты одинаковые. Тоже вот, видите, да. Шкафчик, где вы можете вещи расположить. Зеркальце девушкам носик попудрить. Ого, это что за место? А это для, ну, как, медового месяца ложа. Двухместная ложа, видите, красиво. Телевизор тоже. Тоже балкончик в каждом месте. Ну, и тут я подозреваю холодильник. То есть, камеечки. Так, возле озера, там есть, озеро я снял, да. Там есть мангальчики, столы. То есть, все это дело мы вечером организуем, посидим. Ну, здесь мы будем один вечер сидеть, в принципе-то, пятого. Два. Потом, да, два. С третьего по пятое, да, надо записать. С пятого по восьмое. С пятого по восьмое надо записать. Вот. Ну, мангалы должны к лету заменить на новые. Да, мангальчики будут. Беседочка вот там, где вылезет. Беседочка тоже. Аккуратненький. А сейчас, вот видите, там желтым обнесено бордюрчик. Там вообще можно костер большой разложить. Так вот, мы и хотим такой, типа пионерской. Сейчас я приближу. Вот за это место, говорят. Там кострище можно расположить. Такой тоже летний корпус здесь вот. То есть, это представитель женщины самой базы. Самый главный начальник. То есть, все нам предоставится. За не особо большую сумму. Тоже вот отдельный санузел. Это летняя. То есть, это вот целый домик. Целый домик на две семьи, я так понимаю. Да? Тоже трехместный. Здесь вот. То есть, это летний домик. Особенно летом. То что? Здесь вот еще два места. Красиво. То есть, не пропадем. Не пропадем, говорю, места хватит всем. Здесь новое вот. Ну, во всяком случае. Ну, да. Ну, чисто. Чистенько. Уютненько. Это получается. Здесь тоже ванна. Чего вот в этих домиках? Комнаты на пять мест. Две комнаты в одном дверь двухместные, другая трехместные. Но тоже есть все удобства. Душ, дуалет. Понятненько. В каждом домике вот такие домики. То есть, у вас будет выбор домик. У вас будет выбор старый корпус. И у вас будет выбор новый корпус. Столовая как бы общая, да? Столовая общая? Столовая общая вместительная. Бар есть. В баре молоко можете купить мужчины. По такому поводу, да? Да. То есть, вот так вот выглядит база. Ну, и представьте, какая тут красотища летом. Мангальчики тут. Мангальчики везде тут. Там мангальчик. То есть, какая-то игровая площадочка тут тоже. Думаю, найдем время мяч погонять. Ну, вот тоже такого же плана домик. Ну, это вот мы в тех же домиках, да? Тоже туалет, ванна. Есть где облегчиться. Это считается. Ну, это вот люкс считается. Вот, люксовский номер. То есть, здесь можете поманерничать. Тоже видите, как... Ой, запах деревом обалденный. А что деревом так вот вкусно пахнет? Запах. Мне наоборот нравится такой запах сосны. Деревом бахнет. Да, прям таким, это... Да, деревом. Да, ничего тут уроди. И деревом так хорошо пахнет. То есть, балкончик тоже вид. Нет, налета. Да, вообще налета шикарно. То есть, вот здесь и диванчики. Да, это может быть. А, это вот что такое? А это место, если с тещей приедете, то ее сюда вот закроете. Ну, это шафанер, я шучу. Ну, тут вот тоже такой двухместный номерочек. Мне эти тоже нравятся переночевать, люди летом тут не сидят. Да, летом сидеть нечего тут. А переночевать очень хорошо. Я считаю, вообще нормально. Мне нравится. Ну, выше крыш. Мне тоже понравится. Так, машин будет много. Куда мы их поставим? Машины ставят вот туда и по территории расставят. Так, машины вон туда ставим. Ага, я понял. Я думал, это спортплощадка. Это где много? Ну, машин будет много. Машин куда захотите, туда и поставите. Базу мы снимаем всю. Нет, не куда захотите. Базу мы снимаем всю. Так что машины найдем, куда приткнуть. Это не беда. Будут под охраной. И там, если что, на поляну машину отгоним. Так что ничего страшного. Самое важное, мамы, которые переживают за детишек. То есть площадка открытая. База будет сниматься только под нас. То есть дети никуда не пропадут. Вот здесь на площадочке кто-то из мам последит, кто-то еще что-то. То есть вполне нормально и реально можно отдохнуть душой и телом. Это очень хорошо. Ну, вот и летние домики. Это издалека, которые мы сейчас смотрели. База шикарная. Ну, столовая закрыта, да. Столовая, возьмите. Как бы все вопросы решены. По детям что мы определимся? Ну, все ясно. Картина ясна, выведем цифры. Картина ясна. То есть цифры выведем. Ну, детям там, получается, ощутимые. Дешевле. Да, дешевле. Особенно если двое взрослых, один или двое детей, то там намного дешевле на ребенка получается. Хорошо, так что не пропадем. Озеро снял. Все будет окей. Да, озеро как бы я снял. Снял вы там этот вот берег, пляж снял. Да, да, да. Летом купаться. Не, ну, летом, конечно, здесь красивее, правильно? Тут, наверное, есть и катамараны. Есть катамараны, есть лодки. Есть лодки. Есть весла. Велосипеды. Велосипеды тоже говорят, кстати. Да, слушай, так скажи, что есть. Да, все, есть велосипеды. Но я не думаю, что здесь на лодках, если тут народу покататься, то там не особо многое времени будет. У нас загружена полностью программа. Нет, ну, все равно, это вот есть лодки, есть катамараны, есть велосипеды. Если кто-то устанет от праздника, можете, пожалуйста, взять шашлычок, посидеть наедине на озере. Кто рыбаки, удочку взять, посидеть. Ну, рыба есть, кстати? Ловят. Ловят. Местные ловят там рыбу. Пока не было. Вот, поняли? Сейчас, ну, в эти дни-то немножко подморозило, а то до последнего. Ну, я с ним. Июля, по 27 июля. То есть мы после психологов, получается. Так что, ребята, поняли? Шевелитесь. Нас хочет Питер обогнать, не получится. Так что, забивайте места, потому что места должны мы скупить до того, как их еще кто-то перебьет. Если хотите, чтобы мы были на этой базе одни, то есть база будет чисто наш слет, чисто наше движение гаражных мастеров, помощь молодым ребятам, эмоциональная и любая, короче. Так что, вот так, организовываемся, не теряемся, цены реальные, у кого не хватает денег, немножко подкопите. Да, какого числа мы все можем это забивать. Март, месяц, конец марта, может, в середину апреля максимум. Да. Потому что там начнутся заявки, такие массовые. Ясно. Так что, смотрите, сюда попасть не так просто. Надо как можно быстрее, давайте до конца февраля определяемся и уже будем опоздавших потихонечку тоже засовывать. То есть, март месяц мы должны определиться полностью. С оплатой. Да, с оплатой, да. Оплата должна уже произвестись. Я думаю, вообще до конца февраля надо это все сделать. Тогда... Да, тогда... До конца марта. Ну, да, до марта. Кто захочет поехать, должны оплатить. Да, до середины марта. Я еще выяснила, что касается оплаты, это же важно. Да. То есть, это все надо дело решить, потому что нас могут перебить. Все что будет. Дом встанет там. Да. И, во-первых, нужно, да, нужно все это оплатить. Ситуация нестабильная на рынках. С нами у вас нет договора, чтобы... Слушайте, а если вот... Вот, вопрос... Разные вещи с нами отдельно. А вопрос вот еще. Слушайте, вопрос важный. Если вот вдруг человек купил путевку, там девальвация, всякая фигня, то как это? Путевка в УЕР, что тебя? Да, она же... Стоимость рассчитана в евро, и я не думаю, что будут какие-то там существенные изменения в стоимости, исходя из курса. В валюте. Да, то есть стоимость путевки уже будет, да. Стоимость привязывается к евро. И, то есть, уже никаких не будет изменений по цене. Даже если будет дефолт. Я надеюсь, его не будет. У нас заметные улучшения и по России, и по Белоруссии. Выкарабкались мы из этой ситуации. Потихонечку вылазим. Будем налаживать. Миру мир. Ну, вопрос тут одни вот по детям только, чтобы решить, чтобы цену как бы обозначить. Обозначим, цену обозначим. Ну, все равно, как бы, вот эти приблизительно одинаковые. Ну, приблизительно. До шести лет, если ребенок без места, ему не надо оплачивать проживание. Только питание. Ну, хорошо. Ну, программа все равно еще. Хорошо. Ну, программа. Ну, да. Ну, дискуссионка там немного. Денек подождем. У меня сделаем. Хорошо. Ну, вот эти, что я сейчас покажу, это примерно далеко от них. Ну, это можно ориентироваться. Да, на это уже, как бы, можно ориентироваться. Ну, процентов 10 это потолок. Да. Подколачивайте бабки, короче. Едем все на слезу. Еще раз повторю, программа будет очень веселая. Программа будет у нас вообще ориентирована на нет наркотиков, нет алкоголизму, да, среди молодежи. По поддержке молодежи, я думаю, наше движение будет еще шире скоро. Праздник этот будет ежегодный. Но так как вы первые участники первого слета, то есть стоять у истоков чего-то, это всегда было значимо. То есть подумайте над этим. Мало того, что сам слет, да, мы организовываем, еще и еще будет развлекательная программа, познавательная. Вы увидите город Прест во всей его красе, увидите крепость. То есть по крепости у нас будут экскурсоводы, да? Да, конечно. В каждом автобусе будет экскурсовод-сопровожданчик. Ага, то есть в каждом автобусе будет экскурсовод, то есть все вам будет рассказывать про Брест. То есть, ну, это памятное событие. Мало того, что мы все вместе соберемся, люди все, которые уже знают друг друга, по комментам, по рации. Всем привет! Серега Засада, тебе привет! Валера Сирлитамак, тебе! Автокар, тебе привет! Тогда ты так и не попал в сеть. Ясненько. Всем привет! Эдик Лондон, тоже привет! Всем, кого не назвал, привет! Еще хотел бы обратить внимание, то есть автобусы будут туристического класса, потому что разъездки будут большие. То есть, август месяц очень большая проблема с бронированием автобусов. Поэтому, чем быстрее вы подсуетитесь, тем быстрее мы забронируем автобусы, то есть реально будет, что автобусы будут забронированы для нас. Если нет, придется половину на городских автобусах ездить, что не очень комфортно, согласитесь. То есть, туристический автобус просчитан стоимость путевки, то есть все будет передвигаться в комфорте. Кстати, вот эту речушку можно будет посетить, кто захочет покататься на теплоходе. Тут плохо видно, конечно, на том теплоходе покататься. Здесь пляж у нас. Ну, это центр города, считай. Пляж вот такой. То есть, можете потом отдельно съездить, отдохнуть здесь. Улица Московская. А, это Машерово, наверное, да? Да. Ну, и, в принципе-то, на сегодня все, как бы, немного мы определились. Максим еще сделает небольшие просчеты по детям. То есть, детям, оказывается, до 6 лет проживания бесплатно. Ну, то есть, еду это все надо будет брать. То есть, цены немножко подкорректируются, но особо от тех, что я вам дам, они не уйдут. Так что, думайте, подписывайтесь на сайте. В списке заносите себя. Заходите на сайт, там смотрите дневники слета, там есть, как это сделать. Записывайтесь на сайте пока. А в пятницу я вам уже дам координаты турагентства, где вы и будете уже подписываться и заказывать себе путевку на данное мероприятие. Еще раз говорю. То есть, вот еще у нас вопрос возник. Да, скупаем мы сначала все места, которые у нас есть с жильем. Да? И только потом, если у нас будет нехватка мест, мы будем располагать палаточный городок. То есть, жилье сравнительно недорогое на базе. И поэтому жилье в палатке стоит за весь тур, короче, путевка будет на 30 евро дешевле только. Да? То есть, ну, я думаю, есть смысл под крышей переночевать, да? То есть, первые, кто 300 человек организуется, тот будет жить, ну, либо в домиках, либо на самой территории базы, которую я показал, под крышей. Остальным, конечно, сделаем палаточные места, но путевка ненамного будет стоить дешевле. То есть, на 30 евро, и, я думаю, стоит сначала забить базу. А там уже будем смотреть. Ну, в принципе, на сегодня все. Обмозговывайте, ображевывайте. В пятницу я запишу точные данные с Максимом, все это мы поговорим. И, то есть, в субботу вы уже увидите видео, где будет все конкретно и закончены все просчеты. Ну, как бы уже по этим просчетам можете ориентироваться. То есть, программа будет очень напряженная, очень нагруженная. То есть, в музее прогулки, сам слет, вечер, утро, потом 9-го, может, все в парк поедем, посмотрим. Так что, смотрите, скучать точно не придется. Будет весело. Ну, на сегодня все. Всем добра и бабла. Копите денюжку. Ну, Толик мужественно справился. Толик, как детки, послушные? Очень, очень, я тебя потом все выскажу. Молодцы, девочки. Наташа довольная. Понравилась первая тучнянка для базы? База хорошая, понравилась. Молодцы. Ну, это мы еще отдельное обращение сделали. Как это было бы от базы, комбинаты ботового обслуживания. Что-то, агросервис, что-то такое. Ой, сейчас там.